Итак, мы сегодня будем говорить про применение производной. Это все обсуждали производную-производную, как находить, да как находить производную сложной функции. А зачем нам все это нужно? Было не совсем понятно. Ну, то есть было понятно, что это имеет какое-то отношение к скорости роста функции в целом, какая-то полезная штука. Но какие конкретные утверждения можно получить, используя производную, было неочевидно. Сейчас мы как раз про это поговорим. Давайте я начну с теоремы, которую я уже формулировал, но еще не доказывал, а именно утверждение про линейное приближение. Значит, теорема говорит следующее, что пусть функция f дифференцируема в какой-то точке x0, но это, в частности, означает, что она определена в некоторой окрестности этой точки. Тогда существует такая функция alpha от x, alpha от delta x, определенная в некоторой окрестности нуля. что для всех delta x справедливо такое утверждение. f от x0 плюс delta x равняется f от x0 плюс f' в точке x0 умножить на delta x плюс альфа от delta x умножить на delta x. Значит, я рисовал на эту тему картинку, а картинка выглядела примерно так. Значит, вот у нас есть наш график функции. И вот мы возьмем какую-нибудь точечку x0. и здесь мы можем провести касательную. Значит, что такое касательная? Ну, вот если я сдвинусь из точки x0 в какую-то другую точку x0 плюс delta x, то насколько сильно сдвинется значение функции? Значит, у меня вот здесь значение функции f от x0. Соответственно, если я возьму вот эту точку x0 плюс delta x, вот здесь у меня f от x0 плюс delta x. С другой стороны, если я сдвинулся по горизонтали на delta x, и меня интересует не значение функции, а значение вот здесь вот вертикальная координата соответствующей точки на касательной, да, то вот эта вот точечка, вот эта точечка, это как раз f от x0 плюс f' от x0 умножить на delta x. Да, потому что у меня здесь линейная функция, и эта линейная функция, мы знаем, что если это касательная, то у нее угловый коэффициент равен как раз производной. И поэтому, когда я сдвинулся по горизонтали на delta x, по вертикали я сдвинулся на вот сейчас, значит, вот здесь вот так по вертикали я сдвинулся на delta x умножить на производную. Значит, вот этот сдвиг, вот этот сдвиг, это как раз f' от x0 умножить на delta x. Вот. И, соответственно, что такое вот эта вот величина? Значит, вот эта вот часть, это касательная, а вот этот добавочек, это расстояние между касательной и настоящим графиком функции. Значит, вот это вот расстояние, это как раз альфа от delta x умножить на delta x. Вот. Да. Значит, только я не написал самое главное про функцию альфа. Значит, вот на самом деле то представление, которое написано сейчас, оно как бы всегда верно. но значит, на самом деле самое главное утверждение, которое здесь нужно сделать, это то, что альфа от delta x стремится к нулю при delta x, стремящемся к нулю. А можете, пожалуйста, еще раз повторить, как мы получаем вот это f от x0 плюс производная от a на delta. Вот эта вот часть. Смотрите, значит, я вот уже даже... Я имею в виду на графике. На графике, да, да, да. Ну, смотрите, значит, вот у меня точка x0, f от x0. Дальше. Я через эту точку провожу прямую угловой коэффициент, который равен f' от x0. Это определение касательной. Значит, что такое угловой коэффициент у линейной функции? Его геометрический смысл такой. Он показывает, вот если у меня есть какая-то если у меня есть какая-то прямая, прямая y равняется kx плюс b. Что означает вот это вот k? Она означает следующее, что если я сдвигаюсь на одну единицу вправо, то вверх я сдвигаюсь на k. и это означает, что если я сдвигаюсь например вправо не на единицу, а на какую-то другую величину, на delta x на какую-то, то вверх я буду сдвигаться на k умножить на delta x. Вот поэтому здесь так и получается, что если я сдвинулся от точки x0 вправо на delta x, то если меня интересует именно то, как ведет себя вот эта вот прямая, то если я хочу найти y укроен вот этой точке на самой по себе касательной, то тогда мне нужно сдвинуться вверх на f' от x0, который есть угловый коэффициент вот этой прямой, умножить на delta x. То, что здесь и написано. Спасибо. Можете, пожалуйста, объяснить, что меняется, если вот мы устремляем альфу к 0? Ну, смотрите, вот если бы вот этого не было, если бы альфа от delta x не стремилась бы к 0, точнее, нам важно, что вот эта вот штука, она стремится к 0 быстрее, чем delta x. Важно вот такое вот утверждение, потому что если мы вот этого не требуем, чтобы альфа от delta x стремилась бы к 0, то, в общем, такое утверждение будет легко получить. Более того, можно было получить такого типа утверждения, Можно было бы вообще, вот если бы не требовали бы, чтобы альфа от дельта x трянулась бы к нулю, можно было бы просто сказать, что f от x0 плюс дельта x равняется f от x0 плюс вот эта вещь. Ну, почему так? Ну, потому что просто вот эта вот штука, она уже имеет такой вид. Какая-то функция, в данном случае просто констант, умножить на дельта x. Но нам важно, что альфа от дельта x трянулся к нулю. Ну, об этом можно думать так. Смотрите, вот давайте представим себе, что я возьму вот эту точку. Значит, возьму тут квадратик. Вокруг этой точки нарисую квадратик размером h, h на h, или там 2h на 2h, вот такой квадратик. Значит, 2h на 2h. И растяну мою картинку. То есть у меня будет теперь вот этот квадратик. Значит, я картинку всю растянул, и у меня теперь этот квадратик имеет размер 1х1. При этом вот здесь h могло быть очень маленьким. Мое утверждение такое, что если я такое делаю, то качество моего приближения, вот у меня был мой настоящий график, вот у меня касательный. Значит, утверждение такое, что если я буду делать очень сильное увеличение вблизи этой точки, то касательное будет проходить все ближе и ближе к моему графику. В конечном итоге оно практически сольется. Вот если вы на компьютере попробуете такую штуку сделать, поувеличивать какой-нибудь, построаете график какой-нибудь функции, график проведете касательную, и просто попробуете увеличить окрестность какой-то точки, то в какой-то момент вы увидите, что у вас просто график слился с касательной. График функции слился с касательной. Почему так происходит? Ну, давайте посмотрим. Значит, если я говорю, что у меня вот эта вот разница между самой по себе, между самим графиком и касательной, если она есть α от Δx умножить на Δx. Давайте посмотрим, что происходит, когда я вытягиваю вот этот маленький квадратик вот в такой большой квадратик размером 1 на 1. Значит, ну, во-первых, у меня происходит растяжение по вертикали в h раз. Ну, или там h пополам раз. И происходит растяжение. Но при этом, давайте смотреть, что при этом происходит на этой картинке. Значит, вертикальное расстояние. Значит, вертикальное расстояние. Умножились на... Значит, что у нас было? 2h остало единицу, значит, и на единицу, деленную на 2h. Правильно? При этом, ну, вот если я теперь смотрю на... Вот я выбираю какую-то Δx. Да, вот здесь вот у меня, вот это у меня точка x0, вот это у меня точка x0 плюс Δx. Да, то у меня здесь Δx будет меньше, чем h, по моде. Значит, давайте посмотрим. Вот это слагаемое, оно отвечает за вот эту разницу. И при этом у меня сейчас это слагаемое, мне его нужно умножить на вот эту величину. Единицу на 2h. Ну, давайте посмотрим, что получается. Значит, вот эта вот разница между графиком... Вертикальное расстояние, это что значит? Вертикальное расстояние. Ну, вот я беру, я провожу вертикаль и смотрю, насколько сильно... Вот смотрите, вот я беру вертикаль, просто не совсем понятно, когда такое расстояние между двумя клевыми, потому что в разных точках разные. А здесь я говорю следующее, что я беру вертикаль и смотрю просто разницу между y-ковыми координатами двух точек. Вот эта вот штука, как бы я ее называю вертикальным расстоянием, потому что я ее меряю именно вдоль вертикали. Спасибо. Значит, разница между графиком функции и касательной она у нас равняется альфа от дельта х умножить на дельту х. После перемасштабирования... Да, то есть, как бы, если я ее буду мерить, эту разницу буду мерить, как бы, вот просто в сантиметрах, вот здесь, да, то после перемасштабирования она умножится на единицу, деленную на 2h. Значит, будет вот так. Альфа от дельта х умножить на дельту х и разделить на 2h. Ну, давайте я все это еще под модуль возьму. Значит, ну, дельта х меньше, чем h, поэтому это будет меньше, чем 1,2 модуль альфа от дельта х. И при этом мы знаем, что альфа от дельта х стремится к нулю при... Дельта х стремящемся к нулю. То есть, если у меня h будет очень маленьким, дельта х тогда тоже будет очень маленьким. Значит, в силу вот этого вот неравенства, вот эта штука стремится к нулю при h, стремящемся к нулю. А откуда у нас берется вот это 1,2 на 2h? Ну, смотрите, я говорю следующее. Вот у меня был график функции. И касательная к этому графику. Я взял вот на этой картинке, я взял маленький квадратик размером 2h на 2h вокруг точки х0 и растянул этот квадратик, просто сделал такое увеличение. Ну, вот как я сейчас делаю, видите, на экране. Значит, взял и растянул этот квадратик так, что он после растяжения имеет размер 1 на 1 сантиметр. Вот пусть он здесь имел размер 2h на 2h сантиметра, где h – какое-то маленькое число. А после растяжения он стал иметь размер 1 на 1 сантиметр. Вопрос. Как изменились расстояния между точками, если их считать по вертикали? Ну, понятно. Если у меня было расстояние 2h между вот этими вот точками, а стало единицей, то это означает, что у меня все эти расстояния, они поделились на 2h. h – это маленькое число, значит, они увеличились. И дальше я говорю следующее, что я вот здесь считал в исходных координатах, я считал вот это расстояние между моим графиком и касательной, и оно составило вот такую штуку. Теперь я после перемасштабирования у меня эта штука, ну вот если я буду ее считать просто в сантиметрах, на вот этом графике она увеличилась в единице деленное на 2h раз. Но при этом понятно, что она выросла. Вроде как. Но при этом, поскольку мы увеличили одновременно, поскольку мы растянули одновременно по вертикали и по горизонтали, то за счет того, что мы взяли здесь более маленький квадратик по горизонтали, это означает, что у нас дельта x может принимать маленькие значения. Она может принимать значения только в рамках вот этого 2h, то есть плюс-минус h. Это означает, что выполняется вот такое вот неравенство. Дельта x меньше h. А дальше я говорю следующее, что вот у меня была вот эта разница. Я ее поделил на 2h, чтобы посмотреть, как эта разница будет выглядеть вот в этих вот координатах, в этих единицах измерения. И я говорю, что теперь эта штука, во-первых, дельта x, деленная на h, меньше единицы, поэтому вот эта вот часть, вот эта часть просто меньше единицы по модулю. И у меня остается здесь просто 1, 2h, модуля α-дельта x. А вот эта штука, она стремится к нулю, если дельта x стремится к нулю. А дельта x меньше, чем h, а h я устремляю к нулю. То есть я говорю, что я теперь буду делать очень-очень сильное увеличение, буду выбирать здесь очень маленький квадратик исходный и растягивать его до квадратика 1 на 1. Это будет соответствовать очень сильному увеличению. И тогда утверждается, что вот это самое расстояние между графиком функции и производной, что оно будет стремиться к нулю. Ну, ровно потому, что вот α-дельта x стремится к нулю. Как? Стало что-то понятнее, что все это значит? У меня есть вопрос. Я вроде понимаю все ваши логические рассуждения, я не понимаю, зачем нам надо было вот так вот увеличивать масштаб. Почему мы не могли это на предыдущем масштабе говорить? Ну, потому что вот на этом масштабе у меня отклонение, у меня отклонение функции от касательной может быть большим. То есть вот если я просто зафиксировал какой-то… Если я просто… Все эти утверждения пропроизводные – это локальные утверждения. Они говорят, что что-то происходит вблизи какой-то точки. Вот если я просто говорю, что я нарисовал вот такую картинку, ну, здесь непонятно, что именно я утверждаю, когда говорю, что касательная хорошо приближает мой график функции. Вы можете сказать, ну, что же она хорошо приближает, а вот в этой точке она плохо приближает. Вот смотрите, какой огромный зазор. Поэтому для того, чтобы сделать аккуратно локальное утверждение, мне нужно сказать следующее. Мне нужно сказать, что если я буду смотреть не вот сюда, а куда-то очень близко к… Куда-то очень близко к самой точке X0, то вот здесь вот картинка будет становиться вот такой вот, что у нас приближение будет становиться все лучше и лучше. Вот заметьте, что это не то же самое утверждение, что утверждение просто, что разница между самой кривой и касательной, что вот эта разница стремится к нулю. Вот то, что мы сейчас утверждаем, это более сильное утверждение, чем то, что разница стремится к нулю. Потому что разница бы стремилась бы к нулю, и даже в случае отсутствия касания. Вот смотрите, представьте себе, что я нарисую такую картинку. я опять же нарисовал график какой-то функции и я нарисовал я провел через точку x 0 какую-то кривую какую-то прямую которая не является касательной вот такую прямую дальше у меня все равно верно такое утверждение что вот это расстояние между моей моим графиком и вот этой прямой что по мере уменьшения дельта x это расстояние уменьшается она стремится к нулю но вот в этом случае если я буду увеличивать картинку вблизи вот этой точке то никакого совпадения прямой и кривой я не получу у меня она как пересекалась здесь так и пересекается будет какая-то вот такая картинка после перемасштабирована в какой момент в нашем решении у нас например как в какой момент ну мы как раз рассматриваем что у нас прямые все ближе ближе к друг другу то есть вот этой проблемы не возникает за счет чего в решение с масштабирование масштабирование просто это просто способ понять что именно мы что именно мы говорим какое утверждение мы говорим очень говорю такое утверждение что если посмотреть вблизи вот этой точке вблизи значит вблизи точки x0 то там график нашей функции будет проходить ужасно близко к касательной они будут практически сливаться но дальше мне нужно объяснить что означает что я смотрю близко к точке x0 и что означает что они будут практически сливаться вот я говорю следующее что если я возьму что если я возьму окрестность этой точки и ее увеличу то моя кривая будет проходить ну вот неотличима практически неотличима вот значит это касательно вот такое утверждение я делаю заметить что это более сильное утверждение чем сказать просто что что просто разница между f от x плюс дельты x и моей касательность чтобы просто вот она стремится к нулю я делаю более сильное утверждение потому что разницы бы стремилась буквли вот здесь вот тут вот такая разница которая я здесь показал, вот эта вот разница. Она тоже стремится к нулю при дельта x, стремящемся к нулю. Вольный вопрос, а на каком этапе нашего обсуждения из чего мы делаем вывод, что альфа от дельта x уменьшается быстрее, чем дельта x? Нет, альфа от дельта x не уменьшается быстрее, чем дельта x. Альфа от дельта x просто стремится к нулю. Вот это произведение стремится к нулю быстрее, чем дельта x, потому что дельта x стремится к нулю, а тут мы дельта x еще и умножаем на какую-то альфа от дельта x, которая тоже стремится к нулю. То есть получается как бы такое двойное стремление к нулю. Типа как x квадрат стремится к нулю быстрее, чем x стремится к нулю. Почему важно, чтобы как раз оно стремилось быстрее, чем дельта x к нулю? Потому что с точки зрения вот этой картинки Это важно, потому что оно позволяет нам сказать, что график нашей функции, что он слипается с касательной при вот таком перемасштабировании. Потому что как раз при вот этом перемасштабировании происходит увеличение, когда мы такое перемасштабирование делаем, у нас расстояние по вертикали увеличивается в единицы, деленные на 2 раз. И для того, чтобы это увеличение скомпенсировать, мне важно, чтобы вблизи точки Х0 расстояние между кривой и касательной, чтобы оно бы стремилось к нулю быстрее, чем стремиться к нулю размер этого квадратика, быстрее, чем дельта Х. А можно еще раз, почему 1 вторая от альфа дельта Х стремится к нулю? Потому что у нас по условию альфа дельта Х стремится к нулю, и дельта Х меньше, чем H, и H я тоже устремляю к нулю. То, что дельта Х меньше, чем H, это как бы утверждение такое, что мы сейчас смотрим только на ту часть вот этой картинки, которая помещается внутрь вот этого квадратика. А квадратика размером 2H на 2H, поэтому мы от точки Х0 можем отступать вправо и влево не больше, чем на H. Можно спросить? Давайте. То есть получается, что вот это вот произведение альфа от дельта Х может быть дельта Х, нам нужно, чтобы оно быстрее стремилось к нулю, чем дельта Х, быстрее, чем уменьшается масштаб, чтобы просто на этой картинке мы не видели, что эти графики вообще разные, чтобы они, то есть чтобы исключительно визуально это было. Да, да, чтобы вот эта вот картинка, она в конечном итоге стремилась бы, вот если мы подумаем о том, куда стремится прям вся картинка целиком, то она будет стремиться к двум совпадающим графикам. Ага, спасибо. Ну, собственно говоря, ну давайте я покажу, как это реально мы видим. Давайте я открою какую-нибудь геогию, бро. Нет, то есть получается, что само утверждение о том, что прямые совпадают, оно просто визуальное, то есть мы никак его не определяем еще. Ну, а никакого аккуратного понятия о том, что означает, что одна кривая стремится к другой, я не вводил, но в данном случае это на самом деле просто, потому что мы просто говорим, что разница между, ну вот эта вот вертикальная разница, которую мы там записали, что она стремится к нулю. Хорошо. Ну, а давайте возьмем, например, синус х. Синус х. И. Ой, куда он делся? Синус х. И х. Вот на этом масштабе я прекрасно вижу разницу между синусом и касательной. Но если я буду увеличивать в окрестности, ну вот, точка касания у меня сейчас это 0,0. И вот я увеличиваю мою картинку в окрестности точки касания. То есть видите, когда я вот так вот растягиваю, у меня одновременно растягивается и горизонтальная, и вертикальная ос. И оказывается, что разница между моей касательной и графиком становится все меньше и меньше. И вот здесь вот я ее уже не вижу. Она уже меньше, чем ширина линий. Вот это как раз и есть то само утверждение, которое аккуратно связывает значение, аккуратно связывает касательную с графиком функции. Вот. Ну, давайте попробуем... Я сказал спасибо, да. Ага, окей. Вот. Давайте попробуем доказать это утверждение. Доказательство. Ну, на самом деле, что нам нужно доказать? Смотрите. Давайте я еще раз вернусь к этой формуле. Значит, вот у нас и есть вот это представление. Давайте мы просто скажем, что... Давайте мы просто принудительно положим, что альфа от дельты х – это такая штука. Мы вот эту вот вещь перенесем влево с изменением знака и поделим на дельту х. Получится какая-то функция, определенная при всех дельты х, не равных нулю. Ну, там, маленьких дельты х. Мы сказали, что альфа от дельты х определена в некой окрестности нуля. И здесь вот это вот дельта х тоже меняется, только в эту же самую окрестность, там, где альфа от дельты х определена. Ну, вот у нас найдется какая-то окрестность, в которой альфа от дельты х будет определена. Единственное, что нам останется доказать, это что он стремится к нулю. Давайте мы запишем все это дело. Положим альфа от дельты х, это и есть такая штука. Значит, это есть f от х0 плюс дельты х минус f от х0 минус f' от х0 умножить на дельту х разделить на дельту х. И давайте найдем предел при дельте х, стремящемся к нулю, альфа от дельты х. Значит, давайте смотреть. Я хочу найти предел этой штуки при дельте х, стремящемся к нулю. Значит, давайте я сразу напишу так. Значит, вот этой вот штукой ничего не сделаем. Хорошо, ладно, давайте я аккуратно напишу. Значит, вот у нас есть вот такая вот штука в числителе и вот такая штука в числителе. Ну, понятно, что мы можем это сразу разбить на две дроби. Давайте я уж разобью это все сразу на две дроби. Вот так. От этого вообще ничего не меняется. Это просто алгебра. Ну, а теперь можно сказать вот что, что поскольку у меня дельта х стремится к нулю, дельта х не равняется нулю. Поэтому вот в этой дроби можно чудесным образом вот эту дельта х посокращать. После этого получается такая штука. Теперь смотрите, что здесь получается. Вот эта вещь – это просто константа. Ее можно вынести за знак предела. Эту вещь всегда можно делать. Значит, получается вот такая вот штука. Значит, вот эта вещь не зависит от дельта х. Можно сказать, что он воспользовался теоремой о пределе суммы и воспользовался тем фактом, что предел константы всегда равен этой константе. Да, остается вот такая штука. Чему равняется вот этот предел? f' от x0. Да, этот предел равняется f' от x0 по определению. Вот мы и получаем, что это f' от x0 минус f' от x0. И это 0. Можешь сейчас вопрос по всей теории? У нас получается по изначальному утверждению дельта х стремится к нулю, да? Да. И, то есть, если у нас дельта х стремится к нулю, то у нас альфа от дельты х стремится к нулю. Да, совершенно верно. В принципе, вся у нас задача. Да, утверждение именно в этом состоит, да. То есть, как бы, вот написать вот эту формулу – это не проблема. Эта формула, на самом деле, ничего более-менее не утверждает. Утверждение состоит вот в этом. В том, что альфа от дельты х быстро стремится к нулю. Ну, то есть, что вот этот вот кусок быстро стремится к нулю, потому что он является дельта х, которая сама стремится к нулю, умножить еще и на какую-то штуку, которая стремится к нулю. Просто предоказательство сейчас сразу вабаха, сразу понятно. Ну, да. Значит, альфа от дельты х можно просто выразить с этой формулы, что мы и сделали. Можно вопрос? Давайте. А мы картинку просто для наглядности рисовали? Ну, я же так поняла, что доказательство – это вот как мой предел просто в определении. Да, но картинка нам нужна не для доказательства, а наоборот, для того, чтобы понять, что доказано. Для того, чтобы понять, какой смысл вот этой формулы. А, все, да, я поняла. Но сейчас мы, на самом деле, увидим, почему нам это нужно и где оно будет применяться. Нужен вопрос. А откуда мы вообще берем, что альфа от дельты х существует? Ну, как, вот смотрите. Вот я говорю, что давайте положим, что альфа от дельты х равняется вот такой штуке. Значит, я просто определяю ее вот такой формулой. И с этой формулой все в порядке. Значит, у меня f дифференцируема в точке х 0, поэтому она автоматически определена в какой-то окрестности этой точки. Иначе бы вообще нельзя было написать дифференцируемость. Иначе предел, который выписывается в определении дифференцируемости, просто бы не существовал бы. Поэтому вот эта вот штука существует при каких-то, ну, в какой-то окрестности, значит, при дельты х, находящемся в какой-то окрестности нуля, вот эта штука обязательно определена. Ну, и все остальное определено просто автоматически. Значит, при всех дельты х, неравных нулю, вот эта штука определена просто вот этой формулой. Ну, в принципе, можно доопределить альфа в нуле нулем. Просто по непрерывности. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте посмотрим, как мы попробуем. У кого-то, кажется, работает радио. Или что-то похожее. Вот. Так, ну что, едем дальше. Значит, собственно говоря, теорема, которая нам сейчас пригодится, звучит так. Пусть f дифференцируема в точке х0 и f' от х0, например, больше нуля. Тогда существует такая дельта больше нуля, что для всех дельты х меньше дельта. Ну, давайте пусть больше нуля. Верно утверждение. Значит, если дельта х больше нуля, то f от х0 плюс дельта х больше, чем f от х0. Если дельта х меньше нуля, то f от х0 плюс дельта х меньше, чем f от х0. То есть, что я здесь утверждаю? Я утверждаю вот что. Что если у меня в точке х0 производная положительная, то тогда, если я сдвинусь из точки х0 вправо, то тогда значение функции f от х0 плюс дельта х увеличится по сравнению с значением функции в точке х0. А если наоборот влево, то уменьшится. Можно спросить, я не понимаю, зачем это утверждение вообще доказывать. То есть... Она нам пригодится. Это же следует напрямую из определения производной. Ну, как напрямую? Ну, как бы докажите, если следует напрямую. Ну, если у нас производная больше нуля по определению, значит, у нас f от х плюс дельта х больше, значит, функция увеличилась. Ну, непонятно. Непонятно. Нет такого утверждения. Неправда. Ну, то есть, как бы, это, конечно, правда, что это можно доказать. Вот мы сейчас это и докажем. Ну, как бы, окей. Давайте я сейчас вам расскажу свое доказательство, а вы мне покажете свое потом. Хорошо? Мы сверим. Значит, это простое утверждение, оно действительно быстро следует за определением. Но это не вполне определение. Давайте докажем. Значит, а именно. Давайте мы напишем воспользоваться предыдущей формулой. Значит, мы знаем, что вот такая штука существует, такое разложение существует. И альфа от дельта х стремится к нулю. Давайте посмотрим, что здесь у нас получается. Значит, давайте я перепишу это равенство в таком виде. f от х 0 плюс f' от х 0 плюс альфа от дельта х умножить на дельта х. А теперь, что я могу сказать вот про вот эту вот штуку. Про вот этот коэффициент. Стремится к f штрих от х 0. Да. И как это нам поможет в нашем доказательстве? Правда, что стремится. Что он положить? Что он будет положить на коэффициент? Да. Что если взять дельта х достаточно маленькой, то альфа от дельты х будет меньше, чем модуль f' от х 0. Ну, просто меньше, чем. Давайте я так напишу. Так как альфа от дельты х стремится к нулю, при дельты х стремящемся к нулю, существует такая дельта больше нуля. такая, что если модуль дельты х меньше, чем это дельта, то альфа от дельты х по модулю меньше, чем какая величина. Какую величину мы хотим сделать? То есть мы хотим гарантировать, чтобы вот эта штука была положительной. Для чего мы хотим от альфа от дельты х? Меньше, чем f' от х 0. Ну да, давайте уж для определенности потребуем, чтобы она была меньше, чем f' от х 0 пополам. Для чего? И все равно будет положительный же коэффициент, даже если просто f' от х 0. Ну, я хочу перестраховаться. На самом деле, видимо, нам не важно. Дельта х принадлежит окрестности, но она там строго меньше. Да, можно было потребовать просто, чтобы была меньше f' от х 0. Хорошо, ладно, давайте меньше, чем f' от х 0. Уговорили. Тогда f' от х 0 плюс альфа от дельты х. Ну, как бы, если альфа от дельты х положительная, тогда эта штука точно положительная. Если она отрицательная, то ее модуль меньше, чем f' от х 0, f' от х 0 положительная. Значит, сумма f' от х 0 плюс альфа от дельты х это будет f' от х 0 минус модуль альфа от дельты х. Ну, значит, в любом случае, штука будет положительной. Ну, а теперь видно, что вот эти вот наши соотношения, конечно, должны выполняться. Потому что, если вот это положительный коэффициент, понятно, что если дельта х положительная, это вся вот эта штука положительная. Если дельта х отрицательная, это вся вот эта штука отрицательная. И, значит, эти неравенства обязательно должны выполняться. Можно еще раз, пожалуйста? Я не поняла, как мы пришли к тому, что мы хотим доказать то, что модуль альфа от дельты х должен быть меньше, чем f' от х 0. И как мы это на самом деле доказываем? Сейчас. Вот это утверждение, оно следует просто из того, что альфа от дельты х стремится к нулю. Вот это утверждение, что существует такая дельта. Ну, потому что на самом деле здесь написан кусок определения предела, в котором вместо эпсилона, что подставлено? f' от х 0. Да, все, спасибо, я поняла. Да, совершенно верно. Вот. Ну и все, собственно говоря. Значит, если вот эта вот штука положительна для маленьких дельты х, то все работает. извините, а можете вот первые пару строчек в теореме показать? Угу. Спасибо. Вот. Хорошо. Давайте я следующее утверждение сформулирую. Да, мне понадобится сейчас такое определение. Да, понятно, что у этой теоремы есть аналог для случая, когда производные меньше нулю. В нем просто здесь меняются знаки. Вот. Дальше определение. Точка х 0 является... точка локального минимума функции f, если существует окрестность. Да, если существует такая дельта больше нуля, такая, что f' от х 0 такая, что для всех дельты х модуль дельты х меньше дельта влечет, что f' от х 0 плюс дельты х значит, что я говорю минимум, значит, он должен быть больше либо равен f' от х 0. Ну, давайте я так напишу при х 0 плюс дельты х лежащую в области определения f. Ну, и аналогично определяется максимум. Значит, все то же самое, только там неравенство должно быть в другую сторону. Значит, что это означает? Что вот у меня есть какая-нибудь вот такая картинка. Давайте предположим, что у меня функция определена вот на этом отрезке, на котором нарисованы. Да, какие у меня есть точки локального максимума? Значит, давайте как-нибудь обозначу. Допустим, вот это пусть будет 1, это пусть будет 5, это пусть будет 8, это пусть будет 10, это пусть будет минус 3. Значит, вот кто является локальными максимумами? Ну, 1 и 8. 1 и 8, да. Вот это локальные максимумы. А кто минимумы? 5. Минус 3, 10 тоже получается. Да, значит, если я говорю, что у меня функция определена только вот на этом отрезке, да, то я хочу считать, что у меня локальный минимум, также вот этот, также в границах у меня здесь тоже локальный минимум, потому что, если я сдвинусь отсюда, ну, вот куда могу сдвинуться, туда и сдвинуться. Могу сдвинуться только влево, значение только увеличится. Можно вопрос? А почему мы перед дельтой ставим как бы квантер существования? Разве мы не можем говорить, что для любой дельты, то есть какую бы окрестность мы не брали? Нет, потому что, смотрите, вот если бы какую окрестность мы не брали, тогда давайте посмотрим вот на этот локальный максимум. Представьте себе, что я взял бы вот такую окрестность, которая бы захватила бы вот эту точку тоже. Для нее, для нее, вот это нервничество не выполнялось. Поэтому именно важно, как бы слово локальное означает, что она работает именно в какой-то окрестности. То есть мы возьмем какую-нибудь маленькую точку, то есть мы возьмем какую-нибудь, какую-нибудь окрестность, в которой эта точка будет действительно, действительно, честным максимумом. Что в этой окрестности и значение функции нельзя сделать, соответственно, больше, чем в той точке, которая является локальным максимумом. А если есть локальный максимум, то может быть просто максимум при этом? Ну, как правило, говорят, глобальный максимум, глобальный максимум это тот максимум, который достигается как бы на все области определения. Вот, например, в этой точке является одновременно локальным максимум и глобальным максимумом. Спасибо. Вот. Теорема. Пусть f дифференцируем в точке x0. В частности, это означает, что x0 – внутренняя точка области определения. То есть f определена в некоторой окрестности x0. Двусторонняя окрестность. Простите, а что значит внутренняя точка области определения? Вот ровно то, что я пишу. Это означает, что f определена в некоторой обычной двусторонней окрестности точки x0. Это означает, что я хочу быть не вот здесь. Вот эти точки – это граничные точки области определения. Если я говорю, что у меня функция определена на этом отрезке, то концы этого отрезка – граничные точки области определения. Меня сейчас интересуют внутренние точки области определения. То есть такие точки, что функция определена в некоторой окрестности этой точки. А то есть внутренняя точка значит, что это как бы не край отрезка, да? Неграничные, да. Не край отрезка, например. Ясно, спасибо. Вот. И пусть в точке x0 у функции есть максимум или минимум. Совокупно максимум и минимум называются экстремумами. Тогда гарантировано, что f' в точке x0 равняется 0. Вот. Как мы теоремы докажем? Доказательства. Как будем доказывать? С помощью предыдущей теоремы, наверное. Да. А как ее применить? Предыдущая теорема говорит про случаи, когда производная не нулевая. Когда она больше нуля или меньше нуля. Да. Мы хотим доказать, что производная нулевая. Ну, тогда мы можем доказать от противного, типа положить, что там все так и, короче, да. Да. От противного. Пусть f' в точке x0 не 0. Но тогда она либо больше нуля, либо меньше нуля. Ну, давайте рассмотрим случай f' в точке x0 больше нуля. Другой случай рассматривается аналогично. Ну, что тогда? Тогда мы знаем, что... Да, значит, здесь сказано максимум или минимум. Ну, давайте... Опять же, мне нужно зафиксировать, кто. Давайте я скажу, что пусть у меня в точке x0 максимум. Ну, давайте пройдем к противоречию. Как это сделать? Значит, с одной стороны у нее должен быть максимум, а с другой стороны должно выполняться вот такое утверждение. Как пройти к противоречию? Значит, по предыдущей теореме существует такая дельта, что для всех дельта x меньше дельта и больше нуля, f от x0 плюс дельта x больше чем f от x0. Но это означает, что в целой окрестности нашей точки мы можем... Давайте я картинку нарисую. Вот у меня была точка x0. Поскольку у меня здесь производная положительная, то если я сдвигаюсь из точки x0 чуть-чуть вправо, то у меня значение обязательно увеличится. но это означает, что вот эта точка x0 не может быть точкой максимума. Не найдется такой окрестности, в которой значение вот в этой точке было бы наибольшее, потому что его всегда можно... потому что значение можно сделать больше, сдвинувшись вправо. Разве модуль не должны поставить там, где для любого дельта x меньше... Ну, смотрите, у меня в моей теореме было два случая. Значит, теорема была сформулирована с модулем, но здесь было два случая. Если дельта x положительный, если дельта x отрицательный. Мне сейчас нужен вот этот кусочек этой теоремы. И поэтому я просто говорю, что у меня... Окей, модуль дельта x меньше дельта, но дельта x больше нуля, поэтому сама дельта x от нуля до дельта. Да, я поняла. Спасибо. А разве если бы в этом рассуждении сказали, что пусть у f точка x0 минимум? Разве он не сохранялся? Да, как бы нам тогда нужно было модифицировать рассуждение, если бы он был минимум? Тогда нужно было бы сдвигаться. Ну, форму просто от минус дельта до... Да, нужно было бы, наоборот, сдвигаться влево, тогда бы у меня значение бы, наоборот, уменьшилось бы, мы бы пришли противоречиво, что на самом деле это никакой не минимум. Ну, хорошо. Я и не успел рассказать две теоремы, но сейчас придумаем. Либо на семинаре обсудим, либо на следующем занятии. Значит, правда ли, что в максимуме функция не возрастает и не убывает? Нет. Смотрите, здесь вообще немножко нужно очень аккуратно говорить слова типа «возрастает» и «убывает». Дело в том, что «возрастание» и «убывание» — это свойство функции на... Когда мы говорим, что функция возрастает, мы говорим, что функция возрастает на каком-то множестве, на каком-то отрезке, на каком-то интервале и так далее. Говорить, что функция возрастает в точке нужно аккуратно, потому что... Ну, вот, в принципе, можно было бы сказать, что вот здесь написано, что вот это вот утверждение — это утверждение про то, что функция возрастает в точке. Но я не люблю эту штуку называть «возрастание в точке», потому что... Ну, вот, с моей точки зрения, возрастание и убывание — это какое-то свойство более глобальное. Но правда, что в точке максимума не выполняется... Вот такого типа утверждения не выполняется ни в точке максимума, ни в точке минимума. Можно еще раз вопрос по последнему, то, что мы записали? Угу. Вот мы говорим, что у нас есть uf в точке x0 максимум. А почему мы тогда предполагаем, что delta x положительное? Мы не можем рассмотреть случай delta x? Сейчас. Значит, мне нужно прийти к противоречию. Как я буду это делать, это я сам выбираю. Значит, вот если мы предполагаем, что у нас в точке x0 максимум, тогда для того, чтобы прийти к противоречию... Ну, то есть, вот смотрите, мы сейчас находимся в таком случае, когда производная больше нуля и в точке x0 якобы максимум. Мы говорим, что так не бывает. В этом случае нам нужно, чтобы воспользоваться положительностью производной, нам нужно сдвинуться из x0 вправо. За счет положительности производной у нас значение функции при этом увеличится. и мы пройдем к противоречию с предположением о том, что в точке x0 был максимум. Поэтому я выбираю здесь delta x больше нуля. Если бы, например, у меня был бы не максимум, а минимум, наоборот, в x0, то тогда мне нужно было бы выбирать delta x, наоборот, отрицательно. То есть, двигаться из x0, наоборот, влево, чтобы моя положительная производная мне уменьшила значение функции. Ну, а если производная, наоборот, не положительно отрицательно, то все меняется на противоположную. Да, да, я поняла. Спасибо. Отлично. Еще вопросы? До свидания. До свидания. А можете, пожалуйста, еще раз показать, как мы f' от x0 выносим из предела? Вот. Вот. То есть, как бы, с точки зрения вот этого предела, поскольку это предел при delta x0, уменьшимся к нулю, то вот эта штука – это просто константы, просто какое-то число. Константы можно выносить за знак предела. Ладно. Верите? Да. Отлично. Извините, у меня вот вопрос по поводу теоремы предыдущей, где мы доказывали, что как раз если delta x больше нуля, то функция растет. Можно открыть формулировку теоремы? Так, что если delta x больше нуля, то да, вот она эта формулировка. Да, вот мы здесь говорим, что существует delta больше нуля, но мы же нигде в доказательстве не доказываем его существование. Смотрите, сейчас. Значит, мы доказываем вот где. Значит, мы… Вот, смотрите, мы говорим, что если альфа от delta x0, то тогда обязательно существует такая delta больше нуля, что выполняется вот такое утверждение. Значит, вот эта вот часть – это на самом деле кусок определения предела. Значит, ну как, предел говорит, что для всякого epsilon найдется такая дельта, что если что-то там меньше дельты, то, в данном случае на стремление к нулю, что-то будет меньше epsilon. Вот в качестве epsilon мы выбрали вот эту штуку. f' от x0. Поняла, спасибо. Определение предела нам гарантирует существование дельты. И это ровно та самая дельта, существование которой мы обещали вот здесь. Ещё вопросы? Можете, пожалуйста, объяснить? Вот ещё раз. Я, к сожалению, очень плохо вас слышу. Единственное, что я понял со словом масштабирование. Видимо, это касается вот этой вот части. Да, я знаю, какой вопрос она хотела задать. Это по поводу того, почему мы делим на 2h. Ну, смотрите, вот допустим, что я… У меня была какая-то картинка нарисованная вот здесь. Я взял вот такой квадратик размером 2h на 2h. И растянул этот квадратик до квадратика размером 1 на 1. Вопрос. Что произошло с моими расстояниями? Ответ. Значит, поскольку у меня расстояние размера 2h… Вот, например, вот здесь вот высота этого квадратика была 2h. Она превратилась в единицу. Это означает, что… Ну, я растягиваю линейно, то есть растягиваю во все стороны одинаково. Это просто означает, что у меня все расстояния здесь делятся на 2h. Ну, например, представьте себе, что у меня 2h была бы, скажем, 1,1. Это означает, что я здесь нарисовал квадратик 1,1 на 1,1 и растянул его в квадратик 1 на 1. Это означает, что все расстояния увеличились в 10 раз. То есть поделились на 1,1. Можно все-таки показать, в какой момент… В общем, я вот спрашивала у вас, почему нельзя было по определению доказать эту теорему? Да, давайте. Ну, расскажите, как устроены ваши доказательства? Да никак, просто… А, сейчас, я, кажется, поняла, почему он не работает. Нет, можно было бы не пользоваться вот этим вот разложением, можно было бы воспользоваться определением. Ну, то есть это можно было бы сделать, но только это тоже нужно было бы как-то делать. Понял. Ну, то есть, как бы, понимаете, в чем дело? В определении, вот, в определении производных, там есть какое-то утверждение вот про предел. Вот про этот предел. С плюс дельта икс. Вот. А вам нужно сделать какое-то утверждение про вот эту штуку, ну, или там про вот эту разность, для каких-то значений дельты икс. Ну, в принципе, это можно было бы сделать как-нибудь так. Можно было бы сказать, что… Ну, вот пусть эта штука больше нуля. Ну, в принципе, я поняла, да, почему там все не так тривиально, в принципе, да. Значит, ну, видимо, там нужно было бы говорить что-то в таком роде. Ну, вот пусть такой окрестности не существует. Тогда найдется такая последовательность дельты иксов. пусть никак не существует последовательности в которых в которой вот эта штука имеет знак плюс. Ну, вообще, вся вот эта вот штука. Пусть не существует времени окрестности в которой вот эта штука положительная. Никакой окрестности икс нуль. Тогда найдется последовательность в точек дельты икс н, для которых все эти штуки будут отрицательными. И тогда можно доказать, что такая последовательность не может сходиться к числу большему нулю и с помощью определения предела Погейна сказать, что мы пришли к противоречию с этим предположением. Вот как так это, видимо, надо было бы делать. Может быть, можно проще, но мне сейчас в голову ничего более простого не приходит. Так, еще вопрос? Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.